Девушки отдыхают 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 наоборот, стоящим без голубнов и бахрамой. Сейчас нужно надевать, но не процесс необычный. Ты перед зрителями вот так дам. Вот. Давай, я сверху сейчас подложу. То есть это повязка, называется украшающая, украшенная бахрамой? В татарском фольклоре есть также песня «Проект Полфан», если вы посмотрите. Насиление, то есть это могло быть, получается, и у Вашкин присутствует, и у Муртов он есть. В другом исполнении цветных вариантов из Бескутков или Вышивали. В основном только у казанских как-то именно такого типа. Вообще, конечно, в других стилистиках ее видят, на прошение ее выдавали и у других южных народов. Пока мы не будем выдавать. Да. Мы его надели с гуратским костюмом. Развеи их царские. Да, эти гуратские главные узоры. Интересную комплектуруют. С детскую и гуратскую девушку. Флосы достань. Конзолы сшились из парчи, в благоценной ткани и были украшены царскими голунами. Вот голуны, кстати, настоящие, как им 200 лет сошли. То есть это металлические голуны, металлизированные. На улице, когда выходили, могли одевать несколько одежд верхних. То есть были еще тулупы, им всевозможные. И другие верхние одеты. Подроби Джиллянов мужских сейчас покажу. Здесь, получается, у нас комплект почти собран, но никогда татарка не выходила из дома, не показывалась на публике без головного упора. И обычные сапоги, похожие на хромовое виле, было особым шиком использовать сапоги для мужчин и для женщин с нашим карзанским швом. То есть это узорная кожа, которая, в принципе, характерна только для карзанских. Да-да-да, то есть наши инвесторы до сих пор делают такие вещи именно в таком стиле. Ну и, например... Абсолютно причиной. Абсолютно причиной. Здесь никакая машинка к ней сошли. Также в мужском обиходе был пояс, который опоясывался вокруг Дании. Пояс зачастую доходил до трех метров и больше. Длинные были колеса. Почему такой пояс? Ну вот, данный пояс, он в общем тюркский. И он называется кушат. Для чего такой большой длинный пояс? Во-первых, это не только функционал, чтобы придерживать там деревянный, одежду или штаны, но это еще функциональная вещь в плане того, что ее можно использовать как веревку. При помощи пояса можно носить дрова. Это было полотенце. Можно было вытирать золото, руки. В этот пояс спрятались всевозможные небольшие мелочи, деньги. Ложку можно было завернуть, какую-то небольшую еду. Даже сухарей можно было спрятать в этот пояс. Данный пояс можно было использовать для того, чтобы спрятать коня или, например, связать врага. То есть это была очень функциональная вещь. А в более древние времена он служил для того, чтобы распределить вес у доспехов на человека. Такой прямоугольник, четкий, с такими конями. Он имеет корни турецкого происхождения. Он относится больше к фесу. Или к феске. Видели турецкие фески? Да. Они пришли сюда вместе с учениками, то есть их в турции привозили студенты, которые там учились. И данный головной убор, тип головного убора такой, как бы, как его называют, селина. Он появился довольно-таки поздно. Это не только верхняя одежда Джилиана. Она была для мужчины и одеялом, и она могла там сформироваться в разные вещи. Я боялся, что если жарко, концы Джилиана отгибались, присосовывались в пояс. Верхнюю часть можно было снять, она повисала на нижней части. То есть если вам было жарко, можно было одной крючей скинуть, нужно было второй крючей скинуть. И у Джилианов были длинные рукава для того, чтобы убирать зимой форшивы рукава, прятанные, чтобы руки не отморозились. Поэтому всегда были длинные рукава. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ну что примере как хотите вот это ну руки подняли за это кто? я за это кто? за это кто? я как сорок, я ноги то есть он мог быть вложен назад и мог быть вложен на бок самая прекрасная манера ношения это на бок и здесь аналогично с этими жуками наверное здесь могла быть на ней и вышивка амбуром или гладью небольшие кустики могли брать фабричные уже с разными плитами, типа тем же букетиком полотной части украшены полуметом как и у ног то есть как одно из вариантов они имеют вот болгарскую историю происхождения и даже буберскую да, буберскую то есть они не были только шейными застежками подобные застежки стояли на камзолу они могли застеживать камзолу тоже оберегала нельзя было косы показывать то есть у него было два значения вскрытие волос по измамку на камону есть какой-то элитерический тип вот женская энергия по дворам что-то накрывалось и есть тоже интересная особенность когда допустим девушка еще была до замужния носила две косы после сплеталась все в одну был основной документ похожий на наш паспорт по этому украшению можно было понять кто перед вами стоит что за человек что она женщина как с ней надо обращаться и как-то надо обращаться фамилия как раз это фамилия на сцену в основном была и допустим как можно было узнать кто перед вами стоит как вы думаете вот исходя из этих вещей когда я думаю почему я говорю что это основной паспорт женщины того периода чем больше тема знаки сейчас еще что можно сказать был согласен чем больше тема богаче женщины то есть если бы она могла намошить такую лопату то наверное деньги есть в семье покажемся можете покупать пока есть время вот эта девушка например она могла бы либо дочь или или жена либо 30 человек есть такая тема как общество по увлечению татарским костюмом и развитие татарского культуры оно включает в себя теориков историков ученых практиков швей злопашвей мастеров мастеров плюс еще те люди которые занимаются организацией мероприятия это все огромное общество татарское которое мы просто из себя представляем то есть объединение великой сети но есть вконтакте можно найти в сообществе поисковым уходите татарский костюм да или в гугле вы увидите татарский костюм самый лучший самый крутой костюм это наше все ну 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 все кто кто собирает украшения даже в паре у каждого должно быть два инструмента в руках плоскогубцы и круглогубцы кто не собирает кто-то сидит рядом слушает потом берет два инструмента должно быть у вас в руках пожалуйста посмотрите кто у каждого два инструмента пятый у каждого собирающего человека должно быть два инструмента в рамках оно должно быть наверху наверху соединение должно быть кто выбирает ребят вот в общем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok